Сегодня выкопала георгины. У меня их всего два. Я их поставила в тазик, насыпала песочку сухого, очень сухого и пленкой замотала, чтобы в подпол можно было поставить. Там у нас сыра бывает, вот так они у меня будут зимовать. Оставлять я их здесь не буду, потому что, ну, недельку может постоит и в подпол поставлю. Здесь у меня в террасе еще стоят эти тюльпаны, которые на 8 марта хочу, чтобы цвели тут тюльпаны, а там второй подснежники, такие беленьким цветут, которые вот сюда перенесли. Это не твои яблоки, это нам дали еще яблоки. Тут же у нас и помидоры дозревают, уже и не спяют и груши вот эти зимние. Тут же у нас там еще ящик помидоров в террасе. И теперь хочу снять... Вот этот вид сверху зайду на второй этаж. У нас типа мансарда. Туда мы их перенесли. Человеку 12 поменьше и похуже мы оставили на улице. Здесь у нас второй этаж, это мансарда. Это типа склад тут всякий у нас, всяких ненужных вещей. Тот крыша бани, там соседский гараж, тут такое окно. Вот тут у меня лежат, стоит инкубатор, на нем вон сухофрукты досушивают. Но не сухие, просто они здесь у нас хранятся, здесь прохладно. Еще сухофрукты. И вот сюда до больших морозов мы сложили самую хорошую капусту, самую крупную. Здесь сегодня дождик пошел, освещение не очень. Вот. Такая капуста, вот такой бурт. Этот бурт потом начнутся от пяти и выше, и ниже, вернее, заморозки. Я накрою вот этим вот одеялом теплым. Потом еще у меня вон одеяло висят. И градусов до 15 она здесь не должна замерзнуть. Потом, конечно, мы ее снимем. Вот кусочек улицы, покажу. Дождик идет. Буквально только успели мы убрать капусту, убрать калину, сняли. И пошел дождь. Но зато у нас теперь все убрано. Вот там черная пленка, там у нас качеля. Весь верх показывать не буду, потому что тут очень сильно все захламлено. Здесь вот стоят шкафы. Банки тут. В этом шкафу одежда, которую мы поднимаем наверх. В зависимости от сезона у мужа. Куртки рыбацкие принадлежности. Всякая лобочка. Ну, темновато, конечно. Всякие вонные здесь сапоги рыбацкие. А эта комната тоже завалена. Всякими коробками. Все, что не нужно. Это угол сына его. Тут всякая компьютерная техника. Он сейчас в отъезде. Гитара его. Такие окна. Верхний утепленный, холодный, продувает. Это вот сервант старый затащили. Муж свое рыбацкое хранит. Здесь вещи какие не нужны. Постельные, подушки всякие. Еще импровизированный шкаф. Это все осталось от свекрови. Нашел здесь мало чего. Вот этот угол тоже мужское и рыбацкое. И из этой комнаты идти прямо по этому коридору. Это вот здесь мебель стоит. Она организовала такой коридор. И здесь выход. Выход. Здесь вот такие двери. Там тоже банки. А здесь вот дверочки под крышей под самой... Там снег, вождь льет туда. Ну, там тоже хранится то, что... Чему не жалко вымокнуть. Все сделано, конечно, здесь в старые времена все. Гвозди торчат. Крышу. Это крышу так бабушки крыли. Насквозь гвозди забивали. С ума сойти, строитель. Это я иду сверху уже. Вот у нас стоит колонка старая наша и морозилка. Шесть камер. У мужа здесь комод стоит. А здесь на комоде кот любит спать. Под лестницей у нас отделение... Раньше было рыбацкое. Теперь нам некуда поставить куриная кухня. Кукуруза. Тут всякий мел, ракушка, комбикорм. Пшеницы вот купили дробленые. Еще комбикорм. Еще это для цыплят купили. В общем, это отделение для птицы. По дождю не хочется идти. И вот между двором и баней, там на столе видно, капустные кочаны еще лежат. Штук 15, наверное. Вот. Все убрано. Скопано. В огороде и больше делать нечего. Колину оборвали. Немножко оставили для красоты. Обрезали сучья. Теперь мне надо будет на баню парить ноги. Да вообще воду запаривать рубики и цветочков нарезать. Календулы. И там у меня хиноцеи. Цветочков нарезать. Ну, можно еще срезать лаванды куст. Хотя я уже срезала, но можно покороче. Так, кошка напугала меня, прыгнула. Сидела здесь. И можно срезать еще... Вот у меня мелисса. Она не только здесь. С которой поближе вот она здесь. Одну ежевику я там уже уложила на землю, чтобы она готовилась к зимовке под прикрытием снега. А вот эта вот длинная такая на кольях. Еще немного ягод осталось. И тоже я ее сниму с кольев. Отвяжу от веревок. И покомпактнее ее сверну. И, наверное, не знаю, лапником будем. В прошлом году мы лапником ее накрывали. А может быть и не стоит ее лапником накрывать, если с ней пойдут. Ну, посмотрим. Сидираты кое-где еще. Там сидираты немножко. Потом вот там сидираты. Что скопаем, что кукром еще обрезаю на еду. Колонка эта у меня как погребок в холода. Картошка стоит, и яйца, и морковка, соленье, варенье, капуста. А дальше там всякая химия стоит. Перемычка здесь. И продукты особенно это не идет после его перемычки. Еще одна. Одобрения всякие. И еще там одна коробка с химией. Химикаты всякие там для сада и огорода. А в этой комнате, это уже дома, я уже показывала. Ящик лука. Мои сухоцветы. Здесь у нас в этой комнате толком никто не живет. Цветочки мои комнатные. Это я уже показывала. Растут мои цикламенчики. Не вмешиваюсь. Я иногда поливаю немножко. Их надо, наверное, только повернуть. Хоть иногда. Хоть иногда. Разворачивать хоть иногда их. Вот так вот. В листьях ров растет. Сиди рады. Набирала земли прямо с семенами. Ну вот пусть. Пусть растут. А на улице бедные мои ромашки повалились во все стороны. Это пупа. 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 Продолжение следует...